сегодня я вам покажу как выглядят местные дома в которых живут новозеландцы ну и сейчас конкретно мы находимся в таком районе где дома строятся как ну более такие типа современные я имею ввиду внешний вид да как они выглядят и так далее так и конкретно слева у нас здесь сейчас постройка и сейчас я разверну камеру покажу вам как выглядят вообще эти постройки вот смотрите вот из таких материалов строятся стены я не знаю если там сейчас видно я думаю что видно какие то просто не знаю короче картонные домики ниф-нифа и боюсь потому что ну как бы люди здесь не будут очень довольны если увидят что снимают их дома поэтому буду как-то не знаю из-под тишка в общем это делать вот и сверху да будет какая-то отделка вот этот вот дом допустим да такой немножко необычной формы тоже на него сверху будет накладываться на нашу шпаклевка или чё это такое чем не знаю вот этот дом это вот типа аля современный такой дизайн до считается ну вот ну дома эти все равно очень холодные если учесть сколько стекла до сколько окон понятно что проникает много естественного света такие дома кстати такого плана цветовое вот сочетание и форма до здание их очень много строят в квинстауне но тем не менее здесь относительно недавно только начали двойное остекление делать до стекли не не остекление и поэтому конечно все равно дома очень холодные а вот так там у нас кто-то сидит за стеклом вот кстати говоря розы еще цветут у меня тоже еще розы цветут сейчас уже третий последний месяц осени здесь да здесь вот мне очень нравится так красиво сочетание оранжевого серым ну такие как бы цветовые пятна яркие и сочетается со ступеньками там тоже окна мой поэтому я немножечко ой камера конечно шатается лишь говорю я пытаюсь тут все из подтяжка снимать вот кстати говоря не надо мне советики раздавать типа купи стабилизатор никакие стабилизаторы или еще что-то я покупать не собираюсь поэтому кому не нравится ну в общем сами знаете что там дальше нравится не нравится и кстати здесь очень прикольный медведь в этой машине сидит местно выставляет в окна домов таких вот мишек до игрушечных но это такой винтажный привинтажный уже стареньким с этим не очень нравится и это на трейлере таком до который для путешествий но обычно все выставляют мишек или вот такие вот разные мягкие игрушки в окна это для того чтобы привлекать детей чтобы вроде как им интереснее было гулять вот еще парочка еще вот этот не слева тоже очень нравится он такой прям вообще чуть ли не антикварный ну и дальше такие тоже домики в общем очень много окон они делают да и не знаю на мой взгляд это не очень практично в плане того что именно для зимы да потому что холодно правда классный почтовый ящик да ну а лично мне нравятся больше дома в таком вот стиле такие вот а-ля старенькие винтажные когда и двери французские и окна в таком стиле в общем не нравится здесь еще вот это вот подобие веранды такие фонарики там интересные тоже вот в общем я в такое время не очень хорошая вышла потому что все сейчас занимаются чем-то на своем бэкьярде или листьями тут или еще что-то какие-то работы делают в общем газоны стригут пиво пьют кто что общем вот а я тут хожу снимаю сейчас начнут наверное нервничать что их дома снимают и надо как-то не знаю будет придется отмазываться короче я уже показывала это место но еще раз во первых это уже осень не лето во вторых чуб еще раз не посмотреть на красоту меня всегда это все очень радует как в новинку все там вот на велике кто-то катится видите здесь прямо возле трассы поэтому шумы конечно на заднем плане это кромвел красиво ну всю красоту уже самую осенних красок пропустили потому что карантин и все такое никуда они ездили ничем не занимались нам кстати говоря завтра скажут объявят что же все-таки переходим мы на следующий уровень на второй снимает у нас карантин или нет вот и я так думаю что скорее всего да хотя бы можно будет хотя бы магазины откроются можно будет куда-то съездить пошляться и так далее вот ну и в общем то всю красоту как я уже говорила да пропустили когда совсем буйство красок очень много листьев еще на деревьях они как видите еще и все равно не все до облетели но тем не менее уже их и достаточно мало остается озеро вообще ну просто замерло никакого движения там утки кстати плавать если видно если двигатель не работал машину наши ту было бы слышно и птичек и как тихо здесь один из таких стареньких коттеджей и очень классно здесь калитка мне нравится и очень мне нравится когда вот так вот заборчики отделывают когда этот камни до поперек наверху ставятся и кстати он еще один мишка тоже такой классный мне такой нравится и здесь супер крутая дверь мне очень нравится такое цветовое сочетание от я тоже хочу чтобы у меня были окна наверное покрашены такой вот красный цвет или в зеленый наоборот а дверь была красная именно такой состаренный красный цвет кресло качалка здесь конечно так ну не ухожено все да ну вот я так думаю что вы поняли какой стиль я имею ввиду если можно это называть вот тоже историческое здание такая классика когда веранда и вот я даже не знаю это ковка или деревянная просто вырезка как бы по дереву такой симпатичный здесь правда такой тот же симпатичный коттеджик ну кстати говоря сейчас на продажу и там есть немножечко земли да и я не знаю домик на заднем плане он относится к этой землей не кой с воде собака меня напугала до похода относится потому что вот план и вот можно заглянуть сюда да немножечко как у них там все внутри ну кухня такая типа аля современная на ой правильно показываю вот допустим тоже опять да мне от нравится что и камин такой красивенький старинные стена из камня и французские двери класс как я люблю французские двери вообще не уверена тут по поводу спальни какая-то она такая странно все сделано ну это такое но хотят они за этот дом вот здесь три спальни одна ванна это вообще классика жанра в этом регионе мы поняли когда искали дом что 34 даже спальне может быть при этом одна ванная то есть ну как бы для этих стран да это такой не стандарт далеко но здание очень такое как бы тоже старое историческое и с этим скорее всего связано что одна ванная комната хотят они за него много за этот дом вообще в новой зеландии конечно цены ядрен батон ты кстати говоря коттеджик он сейчас тоже на продажу и там внутри тоже у них все суперски сделано в общем это тоже историческое здание кстати по моему не не буду врать тридцатых или 90-х или двадцатых годов что-то такое да вот но они там все классно сделали внутри мне очень нравится такой типа аля farmhouse да я люблю такую хотя снаружи он конечно очень неказистый я бы сказала прямо на дороге но цена конечно тоже ядрен батон и к этому вот дома до прилагается еще такой маленький коттеджик здесь по моему раньше была какая-то типография или что-то вот или что-то подобное я не знаю точно сейчас здесь арт-галерея так уйду с дороги машина едет здесь прикольная тоже такая деталька письма забрасывает не так хочется прям открыть я сейчас попробую это сделать ой классно так мягко проходит и здесь тоже очень красиво вот это вот замочная скважина прикольная это как бы в общем прилагается а вот dance some times наверное здесь раньше газета была а сейчас арт-галерея такая вот но это все опять таки да это все такие старые здания и в принципе я кое-какие из них уже даже показывала в своих прошлых видео о путешествиях по новой зеландии но я это еще не еще оставлю ссылку кто вдруг не видел вот там можно побольше посмотреть тоже очень люблю когда веранда так куда обвивается какими-то растениями здесь правда такой у них диванчик старенький совсем ну видимо какой не жалко чтобы на улице до стоял потому что все таки то дождит еще что-нибудь это и да я что хотела сказать это все такие старые здания можно сказать уже исторические но в них живут люди и вот такого плана домики мне нравится здесь вот сейчас я хочу до последнего дойти там них всегда много всяких классных что выставлено как дисплей такой у этого дома то какие-то старинные инструменты там молотки еще чуть-чуть кстати говоря я хотела посмотрите какие огромные что не приближается огромные шишки видите там на дровах я хочу себе такие найти этот мужик который здесь живет я у него когда первый раз увидела я у него спрашивала вот допустим то штука видите это наверное ну я не знаю что делать может быть белье выжимать постиранное я у него спрашивала типа ой где вы такие шишки классные большие взяли он мне еще главное не хотел говорить ничего я спросила еще раз ему ничего не оставалось кроме как кроме как сказать вот но он сказал где-то там наверху а как-то туда добраться я даже вот и не знаю как туда залезть в эти леса такой небольшой коттеджик я его для чего показываю не для того что он такой прям безумно красивый да видно что он не ухоженный такой какой-то старый весь для того чтобы было видно такого размера здесь деревца просто какие-то не знаю вековые если для масштаба да то есть домик такое дерево дом не очень нравится такой как бы он и не маленький не огромнейший и стиль очень у него такой симпатичный красиво сделано то именно конечно же новые все постройки классный розы тоже такие красиво такой старый старый полу развалившийся коттедж это наверное в таких жили те которые сюда приезжали когда была золотая лихорадка мне кажется это с тех времен даже это вот здание совсем уже такое покосившиеся и там тоже видите игрушечка в окне есть здесь конечно никто не живет уже но красиво не нравится каменные коттеджи очень вообще прям класс люблю я что-то как-то не подумала и идея поснимать оказалась немножко неудачной потому что я очень много народу встречаю по пути до многие гуляют на великах катаются машины ездят в общем постоянно постоянно ну плюс как я уже говорила работают люди в своих дворах и поэтому нет возможности снимать именно видео до делать поэтому я наверное какие-то домики буду просто показывать фотографиях так наверное проще будет чтобы у вас представление было да как что выглядит и в то же время сделать кадр нажать на кнопочку это гораздо быстрее проще нежели чем видео снимать поэтому наверное на том и порешаем у нас люди гуляют ну потому что у нас не запрещено было до из домов выходить единственное все должны соблюдать во время карантина я имею ввиду единственное все должны соблюдать двухметровую дистанцию а так можно ходить бродить просто что магазины кафешки ресторанчики все-то закрыток ну за исключением супермаркетов естественно ах если бы сбылась мечта вот этот дом мне нравится тем что он из камня мне нравится здесь такая калиточка язвилистая дорожка еще думаю мне нравится деревья классно и вроде бы возле дороги конечно будет не очень до тихо здесь тем не менее здесь классная к площадкой backyard короче до земли так приличненько и самое клевое что здесь такой кустарник живая изгородь получается я вот не люблю всякие высокие какие-то забор или что-то такое но в то же самое время хочется чтоб тебе постоянно в твое жилище не зыгрели да вот здесь в принципе и не получится потому что окна там вы видите да на каком расстоянии вот но благодаря здесь вроде бы он и не закрыты такой да получается дом в то же время есть это вот приватность классный но тут конечно ремонтировать бы все нужно такая крыша старая я к тому что вот это вот мне бы подошло такое но здесь мне не нравится опять-таки до что возле дороги я комментирую до все время хочу пару слов сказать по поводу вот мне вот это нравится или не нравится я знаю что я уже сто раз повторялась просто приходят еще и новые люди на канал ну и вы же понимаете да что им всем жизненно важно услышать мое мнение ну и вообще когда снимаешь кусочками то вот получается так что забываешь сказал или не сказал вот еще один не ухоженный такой дом то есть в общем домики разные и новые и старые и красивые и некрасивые и просто не ухоженные и заброшенные и всякие да то есть как наверное везде и наверное так и есть везде по миру так что я на этом буду заканчивать вот я думаю что я показала ответила спасибо за внимание пока